Добрый день, меня зовут Владимир, вот мое удостоверение журналистское Open Media Ukraine. Хотелось бы с вами пообщаться в формате беседы добровольно. Даете ли вы согласие на запись и публикацию этой нашей беседы? Да. Даете. Значит, определитесь с дверью, пожалуйста. Давай по новой. Нет, по новой не надо. Как вас зовут полностью? Представьтесь, пожалуйста. Софронов Владимир Дмитриевич. А числа месяцев отражения? 28 февраля 1999 года. С какого вы города? Я с республики Мария, города Яшкарова. Город Яшкарова. Учились где-то в Яшкарале? Да, в Государственном университете Марийском. Можете назвать классного руководителя, несколько, может быть, однокурсников своих. Это делается для того, чтобы люди, которые вас будут смотреть, понимали, что вы действительно из Яшкаралы, а не актер из вооруженных сил Украины. Да, у меня куратор была Ольга. А в группе были такие спортсмены, как Артем, Мария. Фамилии не помните их? Артем. Несколько фамилий просто, но им же ничего не будет за то, что можно их назоветь. Петухова и Аликов. Фамилия вот такие. Вот. Что самое примечательное в Яшкарале? Центр хорошо, набережная красивая. Был обустроена набережная. В центре очень красиво. И много церквей вдоль набережной. Много церквей вдоль набережной. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, как вы попали в Украину? В Украину я попал 28 февраля, пересекая ее с Белоруссией под Чернобылем ранним утром, именно в 7 утра в составе колонны военной на КАМАЗе в 200-м, с которой ее обеспечение переселили. Можете сразу рассказывать подробности. Вы отвечаете на те вопросы, на которые вы хотите отвечать, да? Можете мне встречные вопросы задавать. Но если вы уже рассказываете эту историю, да, рассказывайте, пожалуйста, сразу, сколько там в колонии было машин, да, ну вот с какими-то такими деталями. В колонии было около ста машин, ста фур, которые везли, как я понял, продовольствие. Может, боеприпасы там в каких-то фурах были. Точно я не знаю. Также точное количество техники у меня никто не доводил. Как и маршрут, и куда мы едем, с какой целью мы туда едем. Мы ехали в составе большой колонны, которая была в некоторых участках усилена бронемашинами. Все вооружены полностью. Когда мы пересекли границу, когда мы пересекали границу, мы видели лагеря, уже укрепленные нашими войсками, техникой, танками, артиллерией, другой военной, специальной техникой. Гордились, когда заезжали, видели это все? Я бы не сказал, что это было сколько гордость, сколько непонимания и страх, в честь чего все это происходит. Ну как же, как же, я вынужден вас перебить. Вы заезжаете в чужую страну, на огромной колонии машин с бронетехникой под прикрытием, там уже ваши лагеря разбиты везде. Ну так все, вы же должны их, наверное, гордость переполнять. Вот вы какая армия, вот вы как тут всех покорили, захватили уже. Наверное, так должно быть. Покорили, захватили? Нет, ну, может быть, и была гордость, но зачем мы туда едем, был больше страх, то что мы не знали, что нас ждет впереди, какие войны. Откуда же тот страх, везде ваши лагеря разбиты, куча бронетехники, такая моща, что вам бояться? Мы были обстреляны несколько раз, когда ехали в колонны и видели очень много разбитой техники по пути к нашему месту назначения. Разбитые танки, обгорелые фуры, уже успевшие зарубили. Все-таки не только ваши лагеря увидели, но и такие вещи, да? И такие вещи тоже, да. И какого числа это вы заехали? 28 февраля. 28 февраля. Так вы же, наверное, должны были понимать, что происходит до 28 февраля? Да, ну, уже нетрудно было догадаться, что это не какие-то учения или какая-то военная операция, там, или военные действия, а то, что полномасштабное вторжение идет на территорию Украины. Ну, и вы понимали это, и понимая это, вы сделали что? А мы ничего не могли сделать. Нас просто везли в составе колонны, и мы ждали, куда нас привезут, и что вы везете. Я прошу прощения за вот эти вопросы, я ни в коем случае не хочу, чтобы они показались обидчивыми, там, какими-то, или еще что-нибудь, еще раз говорю, вы мне можете поправлять, да? Да, конечно. Вопрос, у вас интеллект есть? Есть. А вот в этой голове, да, мыслительные процессы какие-то есть? Есть. Итак, вам страшно, вас везут, вы знаете, что это уже война, вы уже даже видите сгоревшие танки, и что вот там вот у вас происходит в это время? Надежда в том, что мы едем туда и разгрузиться, и сразу поедем обратно. Я видел только машины, которые едут вперед, а то, чтобы кто-то уезжал и ехал обратно, я не видел. Также я слышал, что были очень много из колонны водителей, которые после первого же обстрела, после первой полученной информации о погибших, хотели ехать обратно, но не хотели садиться в машины, не хотели ехать вперед, но у них был четкий приказ, который они должны были выполнить. И не знаю, если бы я знал точно, что у меня была возможность уехать, покинуть территорию Украины в этот же день, и мне бы за это ничего не было, я бы, скорее всего, так бы и поступил. Сколько всяких условий, если бы я знал наперед, если бы мне за это ничего не было, если бы и, скорее всего, я бы так поступил. Хорошо, тогда если бы у меня просто была возможность... Давайте так, проще сделаем. Вы сейчас знаете все наперед, вы оказываетесь в том месте, в тот момент. Вот, еще даже не пересекли территорию Украины, что ваше действие? Я бы нашел командира и твердо сказал ему, что я не собираюсь ехать дальше и садиться в машину и вообще брать с собой оружие, удержать в руках оружие. Почему? Потому что, во-первых, я еду туда совершать то, чего бы я никогда в жизни не хотел совершать. И все это происходило под принуждением, под страхом смерти, я бы ни за что даже в мысли... Это и есть то, о чем я вас спрашивал. То есть интеллект. Когда у человека в голове происходят мыслительные процессы, и он поддает обыкновенной логической оценке то, что происходит. И вы сейчас это сделали. Вы сейчас поддали логической оценке то, что происходит. Но и на 28 число вы уже понимали, что происходит. Не могли не понимать, потому что изобиловал уже и там телеграммы, и всяческие ресурсы, информация о том, что происходит. У меня не было вот именно что информации. Ни телевизора, ничего у вас не было, да? У меня даже телефона не было. Ничего не было? Нет. Хорошо. Ну, по крайней мере, те, которые сейчас вас смотрят, они уж хотя бы из ваших слов. А вот я не верю, что тех солдат российских, которых сейчас отправляют в Украину, что у них до сих пор нет ни телефонов, ни телевизоров, ничего там, ни планшетов, никакого. Они перед этим не стояли три недели в лесу без той же связи. Правильно, верно. Без той же информации. Вот я призываю к их интеллекту и к их тем самым мыслительным процессам из слов человека, который уже это все увидел, прошел и сам вот сейчас, вот как вы, да, пришли вот к этому вот выводу. Но просто перед этим вы сказали, что вы уже понимали, что в Украине война. Ну, так же вы же сказали, я же ничего не буду. И если вы понимали, что в Украине война, то посредством вот этого вот соображения своих вы могли и на тот момент уже прийти к выводу, что ехать сюда не надо ни под каким соусом. Ну, правильно? Могли же? Да. Окей, хорошо. Это чисто риторика. Дальше. Едете, все разбитое, раскрошенное, там, где-то ваши стоят, где-то не ваши, колонна техники движется дальше. После того, как мы приехали на пункт якобы нашего назначения, хотя я не уверен в этом, был ли это наш пункт, куда мы собирались ехать. Когда наша колонна встала, меня сразу же перекинули в свою роту, в свое расположение, к своим ребятам. А как выглядело расположение? В лесу окопы, недалеко от дороги шоссейной. Не будем, да, останавливаться дальше, расположение прибыли. Там я уже узнал, там я уже конкретно понял, что в какую обстановку я попал, какая ситуация вокруг происходит. Потому что уже от своих сослуживцев узнал, что их уже успели разбить, они уже успели понести большие потери. А место вы можете назвать, где это уже происходило? Недалеко от Гастомеля и Буча. Далеко от Гастомеля и Буча. Под Киев проехали? Под Киев пацаны проехали. Да. Там я уже узнал, что, как я сказал, уже были потери, разбиты, большие потери. И буквально за день до моего прибытия их в том же месте обстреляли еще и с воздуха, вертолет. Все были напуганы, всем было страшно. Все не знали, что делать и боялись смерти так же, как и того, как и следующие дни, ну, как-то организоваться, подойти к начальству и сказать, что мы не хотим идти дальше, нам страшно, мы хотим домой. Ну, окей, я понял, да. Мы не могли этого сделать, как-то организоваться, ну, хотя все знали, что в каком состоянии находится. Ну, это интеллект, это то, о чем я спрашиваю. Вроде все все понимают, и есть еще такое понятие, как преступный приказ, то есть зайти на чужую территорию, там даже есть конституция РФ какая-то там, даже это все прописано, да, с оружием, вот, без видимой на то причины, без какой-либо... Кстати, причина нет, может быть, вы все-таки видели причину? Причину невозможно было увидеть, потому что ее, скорее всего, и не было. Потому что сколько вопросов не задавали, в чем, из-за чего война началась, из-за чего мы здесь, почему мы идем в Киев, за какой целью. Все конкретного вопроса никто не получил, и никто конкретно не мог на этот вопрос ответить из-за вышестоящего командования. Вы понимаете, что происходит, да? Гибнут люди, куча людей, много людей. Да. Очень много людей, разных людей. И с вашей там стороны, и у нас простые гражданские. На тот момент нам еще не довели. Так вы уже технику разбитую увидели. Да, но мы знали, что потери идут, но мы не знали, какого колоссального масштаба эти потери достигли на тот момент. А хотелось дойти до Киева? Нет, я еще в колонии очень надеялся на то, что я просто приеду, разгружусь, и мы поедем обратно. Хотя ни одной машины, которая обратно возвращалась, не видит. Нет. Это как в той песне. Надежда, мой комплекс земной, а удача, награда за смелость. Ну, у вас как-то, я не знаю, как у вас с удачей, за вашу смелость, и будет ли какая-то награда. Вы как думаете, что будет с вами? Мне как бы уже все равно, что со мной будет. Главное, чтобы я остался живой и не вернулся обратно, то, откуда меня забрали в плен. И не дай бог взять еще раз руки оружия. Ну, а что, не было между собой, между солдатами, офицерами таких разговоров? Сейчас пойдем укропов-то, разобьем в Киеве парадом, там пройдем, там вот это. Ну, разве не было? Ну, приехали под Киев, и не говорить о таком. Я слышал такие разговоры еще от командиров, но это было только в начале, и таких разговоров значительно, я уверен, стало меньше после того, когда в Буче произошел обстрел нашей колонны, хотя я в ней не присутствовал, но слышал. Разговоров таких было меньше, потому что у нас не было определенной тактики ведения боя, у нас не было связи, у нас не было обеспечения. Мы должны были приехать с обеспечением, но у нас не вся колонна доехала, и та машина, в которой были припасы для нашей роты, до нас не дошла, и мы остались без продовольствия. И вот на тот момент мы стояли под городом без связи, без продовольствия, без воды, без еды. Два дня. Два дня мы просто голодали, грубо говоря. У нас были какие-то пирачки? Ну, вторая армия мира, это вы можете не рассказать, это мы уже все знаем. Про ваше обеспечение, про вашу технику. И уже после этих двух дней разговоры о том, что мы сейчас пойдем кого-то убивать в город, таких не было совершенно. Нам просто хотелось... Желудок чуть начал включать, да? Активность серового вещества. Тут меньше, здесь больше, да? Как-то так. Да. Командиры уже не хотели укропов. Не знаю, как насчет других, но за себя скажу точно. Когда мы заходили в город, после двух дней стояния в окопе, круглосуточном дежурстве, на морозе, без обеспечения, по ночам было холодно, это я точно могу сказать. После двух дней стояния под городом, нам поступил приказ заходить в город, и мы туда шли с ужасом, с надеждой, что нас там не убьют и не разобьют, так как это было 27-го числа. Мы шарахались от каждого шороха, от каждого рядышком выстрела, мы вздрагивали. Мы ждали, что сейчас вот прилетит мина, и мы просто разбежимся по разным сторонам, как это уже было сделано. Мы боялись больше нашего командования, чем... Единственное, что нас останавливало, чтобы просто убежать, это, наверное, то, что нам говорили о том, что делают с дезертирами в военное время, именно расстреливают. Наверное, это единственное, что нас останавливало, это то, чтобы просто уйти. Так а если бы вы просто ушли, пошли бы к любым мирным людям, подняли руки, и на этом бы вся история закончилась. Все. Не, ну просто я имею в виду, что вы в любом случае, конечно, попали в плен, но вы же там могли бы в него и не попасть. Ну вас могло же убить, вы же могли погибнуть. То есть есть два варианта, идти с риском погибнуть и просто сдаться в плен. И третий вариант, как вам повезло, просто вы шли погибнуть, но попали в плен. Мы не знали, что можно сдаться в плен, потому что... Пытают кого-то. Ты слышишь за дверью? Слышишь? Пытают кого-то за дверью. Слышу прийти за дверью. Это пытки? Я сейчас так не скажу. А вы видели, что, может, пытали кого-то? Чтоб пытали, я не видел. Чтоб кого-то пытали, я не видел. Ну тут просто женщина, которая работает, открывает, закрывает дверь и только что что-то крикнуло. А люди, которые смотрят эти ролики, говорят, что вы пытки устраиваете прямо во время интервью. Я просто пытался немного... Во время интервью нет. А без интервью? А без интервью? Я не видел, нет. Вас пытали? Нет. Вы просто так сказали, во время интервью нет. Во время интервью нет, а то вот пять минут назад пытали, сейчас снова поведут. Нет. Можно понимать. Ладно, вернемся к дальше. Извините, я вас перебил. Вы думали, вы знали о том, что дезертиров расстреливают. Я вам сказал, что можно было сдаться, что вы попали в плен. Сразу же вопрос такой. Из вашей колонны или из тех людей, которые шли с вами, кто-то погиб? Да. Сколько это примерно было человек? Четыре человека точно, но цифра была больше, я уверен. При каких обстоятельствах погибли те четверо? При движении колонны по городу, то есть когда они заходили в город Буча, их обстреляли сначала с минометов, потом с РПГ, и они погибли или в технике, или на технике, получив ранения от осколков. Много раненых было, раненых успели оттащить от техники горячей. Скорее всего, они спаслись. Но куда унесли их, отвезли их обратно, оказали им помощь, я это не знаю. Ну, вы все-таки прорвались как-то в Бучу, да? В Бучу, да, исходя из той информации, которую я сейчас получил, да. Ну, в Буче мы заходили туда также колонной, и мы шли с окраин города к центру, где подверглись, опять же, обстрелу. И наше командование приняло решение остановить движение колонны и организовать ночлег, лагерь, на ночлег рядом, в детском лагере, рядом с церквью. Точно, в местоположении я не могу сказать там точно. Но это уже в Буче было? Да, в Буче. Или в Гастомере, может быть? В Буче или в Гастомере я... Нам даже такую информацию не могли сказать, в какой город мы заходим. Единственный ориентир, который я видел, это аэропорт, который бомбили два дня наша артиллерия. Ваша артиллерия два дня бомбила аэропорт? Да. Молодцы, защитники. Защитники. Некого защищать. Нет, есть кого защищать. Есть и кого защищать. Украинцев от фашистов надо защищать. Только вопрос в том, что фашисты здесь совсем не те, о ком вам рассказывают по телевизору. Да. Скажите, пожалуйста. Чем вы... Вы извините меня, да, за эмоции, но я просто знаю. Я вам сейчас покажу, мы сейчас остановим запись. Вы видели с Бучей, с Гастомера, что сделали? Я видел. Видели людей? У нас висят фотографии в камере. И что? Как вам люди с завязанными за спиной руками, расстрелянные в затылок? В это просто трудно поверить. Я не могу себя вести как-то нетолерантно с вами, да, как журналист. Но как человеку я просто не понимаю, как можно вообще до такого дойти. А дети изнасилованы? Я до сих пор не могу в это поверить, что на такое способны люди. Нет, так у вас фотки висят, а я вам могу видео показать, десятки терабайтов видео. Туда все журналисты, всех изданий одновременно поехали после освобождения. И сразу же стали записывать все разные издания. Зарубежные издания. Популярные, авторитетные. Все стали записывать и выкладывать. В какой двор не зайдешь, трупы лежат. Вы знаете, я, конечно, не историк, но, по-моему, даже во время Второй мировой фашисты такого не делали. Как вы сделали с Бучей и с Гастомили. С Бородянкой и с другими городами. Ирпень. Это просто повальное уничтожение, просто какая-то ненависть. Ты украинец? Умри. Ты украинец? Умри. Откуда это у вас вообще? Я не замечал среди своих сослуживцев такую ненависть к людям. Вот в том-то и дело, что никто не замечал, а это есть. Я не знаю, откуда взялась эта ненависть, кто эти люди. Просто я за время пребывания в том городе, я честно могу сказать, можете мне не верить, но я честно могу сказать, что я не видел. Я мало что видел, потому что был всегда, ни на шаг не отходил от своей техники. Я всегда должен был находиться в поле. Это ваша должность и звание? Рядовой помощник пулеметчика. Помощник пулеметчика. Пулеметчик ваш стрелял? Нет. Ни разу не стрелял ваш пулеметчик? А что он делал? Мы продвигались вместе с колонной, находились рядом с техникой и двигались вглубь города. И весь день, мало-помалу останавливаясь во время, когда по нам вели обстрел. То есть, когда нас начали обстреливать, мы отходили от техники и ложились, прятались. Назовите дату, когда вы сейчас говорите, продвигались, продвигались. Так, это было, сейчас скажу, третьего или четвертого марта. Хорошо, спасибо. Третьего или четвертого марта. Ну, в этих примерно плюс-минус числа. Дело в том, что все ваши передвижения, они все со спутника отмечены, замечены, зафиксированы. Когда заходили, когда выходили, где сколько стояли, какие даже тела, как лежали. И до вашего захода туда, ну, не до вашего личного, а до ваших освободителей захода, их там не лежало этих тел. Продолжайте, пожалуйста, с третьего числа. Вы скажите сразу, чтобы зрители поняли, когда вы взяли в плен? Меня взяли в плен 20-го числа. 20-го марта. Ну, то есть, это я делаю анонс, не знаю, чем он закончится, потому что я не слышал. Вы сейчас заявляете, что вы месяц с оружием, как пулеметчик, ходили по Украине и ни разу не выстрелили? Да. Вы действительно думаете, вам в это кто-то поверит? Вы верите в праводоподобность слов в месте, которое вы сейчас описываете, где идет война, серьезнейшие военные действия. И вы, ваш минометчик, и вы за ним, как его помощник, весь этот месяц просто ходите и ничего никуда не стреляете? Просто зачем нам, ну, вы добровольно согласились на интервью, я вас добровольно спросил. Если вы не хотите ни о чем рассказывать, зачем нам этим заниматься? Я вам все расскажу до самого момента взятия моего в плен. Просто, если, может быть, и в Гастомере, в Буче, я в городе пробыл один день. То есть мы туда зашли, подверглись обстрелу, встали в детском лагере в ночлеге один день. То есть ни в каком-либо из гражданских домов, а в пустом, как мне показалось, в тот момент, не заброшенном, а в пустующем лагере. За весь момент, который я находился в городе, я видел, может, тройку или четыре человек гражданских. Двое из них, причем, были взяты в плен и их отвели к какому-то из командиров отделений. Гражданские люди были взяты в плен? Да, я только двоих видел. Причем, может быть, на следующий момент их было больше, но я видел только двоих. После того, когда мы остановились в лагере и переночевали, мы двинулись дальше, продвигаясь к Киеву. А что было с людьми, которые взяли в плен гражданских? Где их держали? В каких условиях? Как кормили? Этого я не знаю. Может быть, кто-то и остался в этом лагере, в городе, зашли другие войска. Этого я не знаю. Остался, остался. Вы находили людей с завязанными за спину руками, так и оставленными в подвале, которые уже просто не выжили? Скорее всего. Но я, честно говорю, я не видел этого. Я покинул... Нет, конечно, вы этого не видели. Вы не обязаны видеть абсолютно все. Просто если вы видели гражданских людей, которые взяли в плен, Я не отрицаю. У меня к вам вопрос. А как их кормили? Где их содержали? Кто за ними смотрел? Если вы за собой усмотреть не можете? Да. Я не отрицаю то, что вы говорите. Я видел фотографии, я видел... Я могу сейчас остановить запись и видео мы с вами час посмотрим, если хотите. Для лучшей, как говорится, освоения материала для лучшего. Если вам это нужно. То, что я видел, мне вполне достаточно. Я видел все эти тела, лежащие в земле на окраине. Все, как говорится, видели эти тела на земле. А вживую вы их, получается, не видели что ли? Вживую я видел труп, лежащий вблизи входа в этот лагерь. И это единственный труп, который я видел на тот момент в городе. То есть того, что сейчас было изображено на фотографиях. То, что сейчас творится в лучшем. А в какой момент этот труп появился, когда вы в лагерь заходили? Он до этого там бежал какое-то время. А до этого там ваши войска были или вы первые в этот лагерь зашли? До нас туда заходило... Ну вот, 27-го туда заходили. И до этого еще пару дней туда отправляли технику с разведкой. И какое-то время город находился под обстрелом. Но на тот момент, когда я заходил в город и останавливался в лагере вместе со своей техникой, со своим батальоном, единственный труп, который я видел, это тот, который находился рядом со входом в этот лагерь. На тот момент это все... Ну и что с этим трупом было? Что вы с ним сделали? Это какой-то гражданский человек или военный? Это был гражданский человек. Гражданский человек. И что вы с этим трупом сделали? Мы... мы ничего с ним не сделали. То есть как-то... Лежит да и лежит. Да. А похоронить? Нам не говорили к нему приближаться, трогать его или обыскивать или что-то еще. Он просто лежал и... Вы говорите, вам не говорили, но вам и не запрещали. Вы как человек понимаете, что если лежит труп, его нужно убрать, похоронить? Не запрещали, нет. Нам говорили, что не трогать тела погибших. А как вы думаете, в результате чего погиб этот человек? Ну, может он шел, споткнулся, ударился головой от бордюр? Или там, не знаю, сам жизнь покончил в этом месте с собой? Что с ним случилось? Я точно знал, что его убил кто-то из наших. А почему вы так думаете, что его убил кто-то из наших? Вот сейчас у вас там рассказывают о том, что мы сами обстреляли... Вот просто из вашего рассказа тоже можно заключить, что вы заходили-заходили, и тут труп. Наверное же артиллерия украинская прилетела, да, и этого человека убило. Вы же там, наверное, видели воронку какую-то от украинского снаряда, да, или что-то такое? Нет. Ну, если человека убила артиллерия, а не ваши люди, то это должны быть какие-то визуальные признаки, наверное? Нет. Его убили... Он был накрыт чем-то, я не мог понять, убили его или из оружия, или снарядом. Рядом в воронке я не видел, но... Я понял, арта не работала по этому месту, да, куда вы поселились? До этого, я имею ввиду. До этого работала. Ну, там были воронки, там были следы больших снарядов, то есть большие воронки. Я видел разрушенные дома, но... От чего умер этот человек, я точно не знал, но первое, что мне пришло в голову, я думал, что он оказал какое-то сопротивление, и люди наши просто его застрелили. У нас есть те, кто не церемонится, и находятся в состоянии какого-то эффекта от этих обстрелов, то, что от любого шороха могли открыть огонь. Это факт. Я видел то, что люди нервничали. А вас кто-то встречал с хлебом, с солью, радужно как-то из гражданских? Нас никто не встречал. Гражданские все, если и были там, то они прятались по домам. Вы для себя уже нашли на тот момент ответ на вопрос, зачем вы туда пришли? Нет. А искали? Искал. И что находили? Ничего. Ничего. Да. Ну, ну, дальше и... На следующий день, как мы постояли, переночевали вместе с техникой в этом лагере, мы двинулись дальше. Покинули город и встали близ какого-то населенного пункта, где были только частные дома в лесу. То есть не прямо в городе, в домах, а в лесу. Потому что думали, что там находится противник. В лесу думали? Не в лесу, в населенном пункте. Вот. И поступила команда окопаться. И мы соорудили лагерь в лесу, успешно вырыли окопы. И день-полтора провели там. После этого поступила задача двигаться в этот населенный пункт. А вы вот копаете окопы, да? Я просто прислал сейчас все живо эту картину. Копаете окопы. Какие-то между вами, может, разговоры есть, там, диалоги. Что мы делаем, зачем, ну... Я даже нет. Без этих предположений, что мы делаем, зачем. Ну, вспомните хотя бы несколько по возможности диалогов, которые у вас происходили со служивцами. Диалоги? Ну, вы же все равно... Я же тоже когда-то служил в армии, мы тоже там окапывались. Я помню, что не бывает такого, что ты копаешь, рядом с тобой копают, и вы молчите. Мы разговариваем, но каждый день... Единственное... Каждый день то, что я слышал, что поскорее бы домой, поскорее бы это все кончилось. Поскорее бы уже отдали команду выдвигаться в тыл. Или... Какие команды на сегодня или... Просто ходили слухи наподобие того, что нас скоро заменят, приедет другая армия, мы уедем в тыл, у нас не хватает техники, к нам скоро приедет продовольствие, и мы вместе с ним едем обратно. Или... У нас... У вас не было продовольствия, у вас не было нормальной техники, у вас не было достоверной информации, вы не знали, зачем вы туда пришли, вы не знали ничего. И так во всех историях ваших, во всех историях пленных абсолютно одинаковое все. Я не знаю, кто в вашей армии обеспечивается хорошо. У меня, судя по видео, такое впечатление, что это одни только кадыровцы у вас, хорошо обеспечены. Но они хорошо обеспечены для того, чтобы видео в ТикТоке снимать. Все остальные, с которыми я общаюсь, это кромешный ужас просто. Ну, окей, да, рассказывайте дальше про, вот, окопались и... Потом поступил приказ организовать что-то вроде контрольно-пропускного пункта на другой стороне этого населенного пункта, на дороге, которая вела из города. Там мы встали во дворах частных домов, рядом с дорогой, которая выходила из города. Поставили там технику, замаскировали ее, вырыли окопы, поставили пулеметы. И два... ну, день-полтора мы там наблюдали, как выезжает колонна гражданских из города. И офицеры, старшие там, сержанты ведут осмотр гражданских, которые выезжали из города. Там были желтые автобусы, там были гражданские машины, там были гражданские населения. И осматривая их, я видел, что у них забирают телефоны, то есть всю связь у них изымают, и только потом пропускают через наш контрольный пункт. То есть только потом дают проехать. Ну, то, что мы их пропускали, и они выезжали, это факт. Это я видел лично, своими глазами. Вот. И мы контролировали этот процесс. Но через полтора дня, днем, нас, видимо, обнаружили. И по нашему... В тот момент не было, не ехала колонна из гражданских. То есть никто не выезжал из города. Я, конечно, прошу прощения, но мне сейчас люди рассказывают, из Бердянска точно так же выезжают якобы через контрольно-пропускные пункты и их осматривают. Не просто отбирают средства связи, телефоны у гражданских, а полностью досматривают машины, вытрушивают сумки. И все, что кому понравилось из ваших этих... Людьми их не назовешь. Обезьянами их называть. Это обезьян обидеть. Я не знаю как. В общем, вот эти вот фашисты, которые досматривают гражданских людей, просто берут и забирают у них все, что им понравилось. Вы сейчас говорите о том, что просто забирали телефоны, да? Я не буду спорить с тем, что забирали то, что все им понравится. Так вы же сами сказали, что вы стояли, точно так же досматривали. То есть и вы получали? Контролировал, он сказал. Мы контролировали процесс. То есть забирали? Этим занимались сержанты. Мы просто контролировали, в плане держали, вели наблюдение вокруг, чтобы к нам ночью или днем... Чтобы не забрали у вас смартфоны, которые вы забрали у людей? Драгоценности, деньги и все остальное? Нет, вы, пожалуйста, расскажите конкретно, что забирали у людей. Мне интересно. Телефоны хранить никому не разрешалось. Это был прямой приказ. И даже если бы... Хорошо, хорошо. Телефоны я понял. Что еще? Насчет денег или каких-то ценностей. Даже если забирали, то они... 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 У них сама... У самих была там какая-то схема распределения, кому это все относили или показывали. То есть... Я понимаю, не схема распределения, это дерибан называется. Дерибан. У бандюков. Понятно, что до таких, как вы, она, наверное, не доходила ничего, потому что рядовой. Да. Ну... К сожалению. Да. Да. Ну... Жалко не доходило. Не-не-не, это сейчас вот... Да, лишнее. Мы вели... Наблюдили... Ну... Мы наблюдали за тем, как ведется досмотры там. Не наблюдали, мы охраняли ту точку, на которой стоял контрольно-пропускной пункт. И это была основная наша задача. Я понял. Также пытались оборудовать как-то продовольствие, еду, делили сухпои, брали воду в колодцы. Я просто, да, прошу прощения, я фашистами назвал, вот сейчас вот думаю. Наверное, я же вам вначале сказал, что вы можете мне контраргументы какие-то, контрвопросы какие-то задавать, да. То есть, объясните мне, почему они не фашисты, если вы считаете, или там вы, все вы, которые туда зашли. Почему вы, чем вы лучше фашистов, или чем вы от них отличаетесь? Я ничего не могу сказать по счету этого. То есть, никаких аргументов привести против этого не могу. Так вы понимаете тогда, кем вы являетесь на данный момент, кем вы были вот несколько дней назад еще? Да. Кем? Захватчиками фашистами, которые пришли в чужую страну и просто по счет приказа правительства начали вести атаку, захват страны, уничтожение мирного населения. Ну, правильно, правильно. Поэтому, вы уж извините, я буду вещи своими именами называть. Да. Особенно после того, что я увидел последние дни, я уж по-другому называть и не могу. Ну, ну, и что ж, вот, делали дальше. Ну, хорошо, останавливали машины, осматривали, досматривали. Вы, люди из другой страны вообще, приехали в суверенное государство, обложили город, через трупы переступаете, машины досматриваете, вещи отбираете. А потом пишите у себя там в средствах массовой информации, что это сделали мы все сами. Вы отвечаете себе на вопрос, почему мы раньше до вашего прихода ничего этого сами себе не делали, а начали делать после вашего прихода сами себе и своим людям. Вы отвечаете себе на вопрос, на какой хрен вы вообще сюда приперлись? Вы можете сейчас обратиться к людям и объяснить, вот своим россиянам, я сюда в Украину пришел для того, что, пожалуйста, я опубликую, давайте, говорите. Я не пришел сюда для чего-то. Я выполнил. Меня сюда, можно сказать, привезли. Мне отдали такой приказ. Нет, они же мне продолжают писать, что мы еще привезем, мы убьем вас всех, мы в Киев возьмем, мы там еще что-то возьмем, еще куда-то себе возьмем. Вы обратитесь к таким людям, россиянам, которые пишут эти комментарии мне. Потому что мне все равно, но это реально. Что они хотят? По вашему мнению, что у них в голове вообще? Что у них в голове? Как вы думаете? Я не знаю. Единственное, чего хочу обратиться к россиянам, к вооруженным силам России, это единственная просьба прекратить все наступательные действия, всевоенные действия на территории Украины и вообще покинуть. Вы поймите, этого мало. Это обращаются все, но эти обращения не доходят. Они все равно выстраиваются буковками «З». Они детям в школах эти буковки «З» здесь, я не знаю, машинкой две стрижки как-то очерчивают на голове. Они флешмобы проводят за войну. Вы, россиянин, вот я этого не понимаю, может, я не могу в меру того, что я украинец, понять таких вещей. Вы, россиянин, объясните мне, пожалуйста, зачем, что ими движет, этими людьми? Что они хотят в конце концов? Зачем им это все нужно вообще? Что они хотят доказать? Этими людьми, наверное, скорее всего, движет их незнание, то, что происходит на самом деле, потому что вся информация, которая доходит до больших масс населения, они это контролируют со властью СМИ, и все эти люди ее принимают, так как боятся эту власть. Хорошо. Ладно. Можно что-нибудь, даю, услышать. Ну, да, дальше подсказывать. В плане, что мы дальше делаем? Да, мне по событиям. Ну, кино же будут про вас когда-нибудь снимать, вот будут слушать вас, со сценарием хоть поможете. После того, через день-полтора, после того, когда мы находились на том контрольно-пропускном пункте, нас подвергли опять обстрелу, были ранены, я лично видел четверых, которых поспешно грузили на технику, и мы начали отступление в тот лагерь, который мы организовали до этого в лесу. В этом лагере мы погрузили пленных, не пленных, а раненых на машины и увезли глубже в тыл, после чего техника вернулась, поступила команда, что сегодня мы опять ночуем в этом лагере, и на следующий день должна была прийти обеспечение продовольствия. Так и случилось, на следующий день приехал КамАЗ с Ухпаями, с водой, мы набрали там определенное количество себе в машину, и двинулись дальше, объезжая уже этот населенный пункт в сторону Киева, к следующей деревне. Там тоже такие же частные дома стояли, недалеко от этого населенного пункта она находилась. Там мы также стояли на окраине этого населенного пункта, также были видны за эти три дня, как производилось мародерство. Дома там все были пустые, пустые, то есть я не видел ни одного гражданства, чтобы там кого-то выводили. Давай перед вот этим мародерством позвоним родителям его, да, только я вас предупреждаю, просто вот это производилось мародерство, это как вообще ни о чем, знаете, то есть мне бы хотелось бы все-таки, мне все равно сколько будет длиться это интервью, да, это исторический материал, это через, я не знаю, через сто лет, мы, наверное, будем еще смотреть и слушать, и сверять с тем, что... Поэтому мы перезвоним сейчас вашим родителям, если они захотят с вами поговорить, я сразу предупреждаю, ребятушки, игры закончились, вчера мы двоих родителей спрашивали, можно ли под запись поговорить, они отвечали нет, мы потом давали пленным возможность поговорить без записи. Тут дальше следующая ситуация, хотите поговорить с ребенком под запись, не хотите, это ваше право. То, что мы делаем, это гуманитарная миссия, но мы вам никак ничего не должны, в отличие от того, что вы там себе уже понапридумывали. Алло, добрый день. Меня зовут Владимир, я журналист, я вам звоню из Украины. Вы хотели бы поговорить со своим сыном? Да, я хотела бы поговорить с сыном. Смотрите, это возможно сделать только под запись. Вы даете свое согласие на запись? Давайте, даю. Давайте. Привет, мам. Это я, Вова. Вов, привет, сынок. Держите телефон, у нас будет плохо слышно. Я... Со мной все хорошо, я цел, здоров. Слава Богу, я знала об этом. Ты получила сообщение, да? Какое сообщение, от кого? Я... Ты... Я просил, чтобы написали тебе, что со мной все в порядке. А кто просил? Я не знаю, я ничего не получала, Вова. Ладно. Я сейчас нахожусь на территории Украины. И... Да, я знаю, что ты там. Я, Вов, мы тебя обязательно заберем. Мы ждем обмена. Я надеюсь, что скоро мы тебя увидим. Со мной все в порядке, это главное. И сейчас просто нужно ждать, когда скоро все это... Надеюсь, что это все это закончится. Конечно, закончится. Обязательно все закончится, Вов. Все будет хорошо. А каким образом закончится, можете спросить? Как? Ты, главное, держись, ладно? Да, я держусь. Илья, спрашиваю. Сейчас вопрос задаю. Я вам... Вы сейчас еще договорите, уже даже не под запись, просто договорите о своем. Я вопрос хотел бы вам задать по возможности. Вот вы говорите, скоро все закончится, скоро все закончится. Каким образом? Как вы это видите? Я считаю, что наши правительства все равно договорятся друг с другом и найдут какие-то решения. Я думаю, что будет нормально, и наши страны вообще не должны конфликтовать. Ну, понимаете, в чем история? Наше правительство, как и каждый украинец, хочет только одного. Уйдите к себе домой. Вернитесь к себе домой. Я с удовольствием... Я понимаю. Я просто и для других людей, тоже россиян, тоже, как бы мы это все делаем, чтобы они смотрели и задавались этим вопросом. Вот как наше правительство может с вашим договориться, если мы говорим просто уйдите к себе домой, а ваши здесь продолжают заниматься какой-то деноцификацией. Причем ни один человек не может объяснить, что это такое. Может быть, вы объясните, что это такое. Я не разбираюсь в политике и как-то не лето, кто-то пока не знал о том, что мой сын нам будет совать. Можете посмотреть на Ищи своих телеграм-канал это видео. Я дальше не буду продолжать беседу, потому что я знаю все ответы наперед. Ищи своих, там посмотрите видео с вашим сыном. С ним, правда, все в порядке. Сейчас я даю вам договорить без записи. Остановлю запись. Скажи, как там бабушка? Передай ей, что все хорошо, чтобы она не волновалась. Обязательно передам, обязательно. Спасибо журналисту, скажи, что он позволил... Сейчас он еще хочет вопрос тебе задать. Мама, я тебя очень сильно люблю. Я тебя... Я прошу прощения, да, спасибо, это много очень. Вот вы говорите, вы политикой не интересуетесь, да? Я не выдаюсь в такие как-то, какие-то, какие-то политические вопросы. Скажите, возле меня ваш сын или политика? Возле меня мой сын, главное не я. То, что он у нас сейчас находится в плену, это политика? Я не могу ответить на эти вопросы, возможно. Я знаю, что он просто уехал на обучение в Беларусь. А все, что после этого, я вообще... Нет, я просто, я просто, я просто поражаюсь вашим ответом. Я поражаюсь, искренне поражаюсь вашим ответом. То, что происходит, вот вы говорите, вы с сыном разговаривали, говорите, нужен компромисс. Так какой компромисс, если мы говорим, просто уйдите домой к себе? Здесь некого и не от кого защищать, уйдите домой. Я у меня сейчас дома нахожусь, я вас услышу. А ваш сын у нас находится, потому что он сюда с оружием пришел. Прекрасно. Хорошо, давайте обменяемся военно-пленными. Давайте, Владимир Зеленский, президент Украины, предложил обмен всех на всех. Прямо в интервью российским же журналистам объявил. Обмен всех на всех. Алло, все, не получится, тебе звонят, поэтому вызов сбит, все. Продолжим нашу беседу. Алло. Я говорю, Владимир Зеленский предложил обмен всех на всех. В интервью российским журналистам, можете найти это интервью. Что, как ответил ваш президент? Да нет, Дима. А, положил. Да нет, она не положила трубку, там началось, что приходите, в общем, все, окей. Ант, я готов сказать за свою мать, она не знает больше того, что знаю я, я уверен в этом. Я знаю, как распространяется информация среди населения. Вы знаете, зачем мы сейчас это делаем? Да, знаю. Мы плохое что-то делаем? Нет. Мы это делаем как раз для того, чтобы донести туда, донести уже туда что-нибудь, как-нибудь. Понимаете? И Зеленский действительно в интервью российским журналистам сказал, я предложил обмен всех на всех. Всех, забирайте всех своих. Ваших здесь больше, чем наших там. Ну, мы просто своими людьми больше дорожим. Нет, ничего, нет, нет. Только какие-то локальные обмены через какие-то такие договоренности, что... У нас вся информация, которая переходит из Украины через звонки родственникам, через какие-то сигналы, все эти действия, которые следствуют после этих звонков, все действия моих родителей, я уверен, которые будут пытаться, я уверен, они будут пытаться меня отсюда вытащить, будут писать правительство и размещать всю информацию. Все это контролируется. Володя, проблема же не в этом. Проблема в том, что они до сих пор не могут понять, что происходит, понимаете? Проблема же не в том, что они пишут там правительству вашему. Правительство на вас наложило большие надежды тогда, когда оно вас сюда отправило, понимаете? Еще тогда оно это сделало. И сейчас оно продолжает это делать. Проблема в том, что они не понимают, что происходит, отказываются понимать. Отказываются понимать, что вы в Украину зашли в суверенное государство. что вас не ждал здесь никто. Вы не нужны здесь никому. Кого вы здесь защищаете, от кого? Объясните мне. Вот вы здесь почти месяц пробыли. Кого и от кого вы защитили? Мы только себя защищаем. Я же в первые дни вышел в стрим и сказал, ребята, если вы по-хорошему не понимаете, что нужно убраться из Украины, по-хорошему не понимаете аргументов, вы поймете их силой, потому что каждый украинец возьмет в руки оружия и пойдет против вас, потому что вы фашисты. Мы ценой своей жизни будем защищать вас, себя от вас. Я не знаю, сколько еще людей должно погибнуть, чтобы это прекратилось, чтобы наконец до людей дошло, что эта война просто... Это какой-то 12 людей. Уже всем ясно, всему миру ясно, кто виноват. Виноваты непосредственно мы, потому что мы воюем не на своей земле. Мы вторглись в чужое суверенное государство. Мы творим беспредел. Вы вообще карту открывали когда-нибудь в России, видели? Да. Вы понимаете, сколько у вас земли? Вам только пахать и рожать. Пахать и рожать. И так, я не знаю, полторы тысячи лет, чтобы у вас стала нормальная, благополучная страна с нормальной, заселенной территорией. А вы же что-то пришли нам тут доказывать? Базы НАТО где? Где в Украине базы НАТО? Ее здесь нету. Со сколькими украинцами? Ну, как нету? Как нету? Крым же захватили, потому что мы бы там базы НАТО поставили. Чего же мы их не поставили в таком случае? Я ничего об этом не первый раз слышу. Да, первый раз слышите, потому что эта басня уже не проходит, потому что базы НАТО нет и не было. Так вы голубей придумали с курицами, которых мы тут должны были чем-то напичкать. Придумали коронавирус украинцы, оказывается. И всех должны были туда на вас послать. Это ж, сука, миф такой. Это не поддается никакому описанию просто. Дегенеративность этой идеи не поддается никакому описанию. Но россияне в это верят. Верят. Это информационная война. Я знаю, что большинство из этого... Я знаю, что все из этого неправда. Не побоюсь этого сказать. Но есть же люди, которые в это верят. И именно из-за таких людей до сих пор... До сих пор... Мирошенко рассказывает, что мы в атаку должны были пойти. С чем? С чем? У нас наступательное оружие есть в атаку идти? Как мы должны были пойти в атаку на Беларусь и Россию? Украина? Вот. И Россия, вот это остальное весь стол. Как мы должны были в атаку пойти? Я уже не знаю. Я уже вот так вот показываю. С чем? Если нам сейчас, только сейчас поставляют оружие, мы вооружаемся просто для защиты. Ну так правильно вы сказали? Потому что весь мир понимает, что происходит, и поставляют нам это оружие, и помогают нам этим оружием. Ладно, хорошо. Давайте про мародерство подробнее. Конечно. Дай воды. Пожалуйста. Вот. Про мародерство мне хотелось бы послушать более в тонких деталях, нежели просто происходило оно. Да, естественно, мародерство процветало по мере того, как мы заходили в города, в населенные пункты. Я своими глазами это видел. Да, не побоюсь того сказать, я сам заходил в дома. Ну, единственное, что меня интересовало, это далеко не обогатить себя или как-то нажиться на чужом имуществе. Две проблемы, которые меня на тот момент беспокоили, это то, что я очень хотел есть. И мне было холодно по ночам в дежурстве в этих окопах. А что же вас не снабдила армия, вторая мира, ваша любимая, чтобы вам не холодно было? Что же они вам не дали форму, одежду нормальную? Как я понял, почему до сих пор не было снабжения. Все три колонны, которые ехали на Киев, они по большей части были разбомблены. Большинство, часть продовольствия не доехало из-за того, что наша техника оставляет желать лучше. Вашу форму трогать безгрыба, вы понимаете? Я не знаю, с чего она вообще сделана. Вы берцы у наших сейчас воюете, где можете снимать форму, где можете снимать, потому что хорошая форма. Наша вкусовная одежда, я согласен, это второсортный материал, если не третий сортный. Конечно, в таком холодно. Да. А будет тепло, так станет жарко. Конечно. Потому что она полностью искусственная. Я видел, как брали одежду, одеяло, подушки, еду. Это по большей части. Но то, что брали, кроме этого, это в основном был алкоголь. Потому что не рядовые, так точно кто-то из офицеров, из сержантов точно пили. Это безусловно. Находились в алкогольном опьянении, вели службу, вели военную технику. Но постоянно на нашей технике находилась взятая, украденная из домов местных алкоголь. Из местных магазинов были вытащены продукты, те, которые не испортились. Это в каком городе было? Да во всех. Я даже не буду называть. И в Буче, и в Гастомеле. Вы просто как-то так сказали, что вы в Буче были всего один день, а в другие, Ерпень. Где вы были еще? Я только в Буче был. Ну, из таких крупных городов. Из мелких? Из мелких. Ну, в таких населенных пунктах, где по большей части были частные дома только. Там у нас везде частные дома. Это пригород. Да. То есть вы побыли везде и пограбили везде. Правильно? Ну, где только мы не находились, везде было мародерцы, да. Ну, и как украинцы живут, вы заходили в дома? Плохо? Нет. Помощь ваша нужна была? Нет. Ну, как в Вешкарале живут? Лучше, хуже или так само? Не знаю. Лучше. А в чем это проявляется, что лучше? Ну, то есть большой пригород, большое количество частных домов, которые могут в себя позволить люди, которые обеспечены у всех семьи, у всех большие дома, большие участки. Все люди обеспечены, с машинами. Техника хорошая, современная всегда. Телевизоры стоят, микроволновки там всякие. Я просто не знаю, что называть, потому что в машинах, которые ваши, с намародерином везли, целые машины. Набивали машины у вас или так, или нет? У нас машина была набита по большей части оружием. Не ваша конкретно, а другие машины? В других машинах, да. На технике было много имущества, которое вынесли из домов. Ну, что это? Какие вещи? Из больших каких-то там, из оборудования, такого техники я ничего не видел. Но из мелкого, скорее всего, там какие-нибудь там оставленные планшеты, может даже телефоны, смартфоны. Скорее всего, это было припрятано. Я понял. Я к чему этот вопрос задаю, что в разбитых машинах фашистов, которые ехали из Украины, с отмародерином, там такие вещи, что просто страшно даже подумать, куда и зачем они их везли. Там миксеры какие-то, кухонные комбайны, приставки Дэнди. Я вообще не знаю, где они их нашли, эти приставки Дэнди. Я слышал, что всю аппаратуру вывозили глубоко в тыл, где потом отправляли посылками на родину. И такие и такие судьи. В Деларуси уже видео появилось с этими посылками. Уже все это есть, все это уже зафиксировано, уже весь мир это видит. Хохочет весь мир, сквозь слезы, конечно, потому что это представить такой уровень нецивилизованности человека. Никто не может себе, что могут быть такие настолько деградировавшие существа, которые просто выгребают прокладки женские для того, чтобы отправить их в Россию кому-то домой. Какие-то дешманские, какую-то дешманскую косметику абсолютно грибут, отправляют. Это... Это орда. Орда. Идет, грабит, насилует, ворует. Так это полностью дикая орда в том-то, дикая, понимаешь? Я говорю нецивилизованная, а фактически она просто дикая, дикие какие-то люди. Нормально, да, жили украинцы, в вашем спасении не нуждались от микроволновок своих и миксеров, и прокладок. Просто я иду. Ну так или не так? Так. Многие из военных пытались взять что-то из этой войны себе лично, потому что поступая на контракт в армию, это больше всего нужда в том плане, что работы и денег на гражданки не хватало. Именно поэтому множество военнослужащих, это те люди, которые или без образования, или без возможности найти хорошую работу на гражданке, идут в армию, чтобы получать, чтобы хоть как-то обеспечить себя, семью. А из-за того, что их положение и так трудно, в связи с общим состоянием в стране, которые от кризиса до кризиса живут, они берут все. А вы чего в армию пошли? Я пошел в армию по срочной службе. Моя цель заключалась в том, чтобы получить военный билет и устроиться вместе с военным билетом в госструктуру МЧС. Вы срочник? Срочник, но я подписал контракт. Значит, не срочник. Ну, уже не срочник, раз подписал. А когда присяду вы приедете? В 20-х числах января этого года. Вы понимаете, что я срочник вошел? Я иду в 22-го года? 22-го года. А до этого в армии не были? Прослужил... Ну, я пришел в армию 28-го ноября прошлого года. То есть, я получил повестку и прибыл в полк на ведение службы. То есть, вы до так называемой спецоперации в армии поработали, послужили 3 месяца? Да, даже меньше. Вы как военный специалист хорошо себя... Слушай, это такой же молодняк, как и все... 3 месяца. Как и 90% тех, которые были до этого. У меня нет спроса. Да я просто хотел спросить, вы понимаете, что если бы ваше правительство не крало бабки с газа и нефти, например, то не было бы такой проблемы, что военнослужащие не имеют денег для того, чтобы и идут по нужде на службу, и едут куда-то что-то красть. У вас и так в стране все было бы хорошо, если бы не вами занимались? А не смотрели, как пойти куда-то? Это я знаю, это много их тут знает. Почему, например, у всех ваших высокопосадовцев... 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 Ну, короче говоря, там, министров всяких, депутатов, дети обязательно учатся где-то за границей, живут за границей. Почему у них вилы, дачи у всех за границей, раз они такие русские патриоты, а? Знаете? Да, они патриоты. Они просто уши для себя все хотят сделать. Для себя, для своих родителей. А рупоры информационные, которые вам говно в уши вливают, десятки тысяч долларов в месяц получают. А вы идете по нужде в армию для того, чтобы хоть как-то прожить и прокормиться. И в это же время вы приходите вечером, включаете этих мудозвонов, и вам все сразу начинает нравиться. Как это работает, честно, я не знаю, но я понимаю, что в это вложены миллиарды и десятки лет, наверное, работы. Давайте заканчивать эту всю историю. Передайте привет всем, кого вы знаете, и что бы, по вашему мнению, вы бы сделали, если бы... А, ну это вы уже говорили. Вот тех, кого отправляют, что вы можете передать? В Украину тех, которые отправляют. Они уже все знают, они уже видели это все, знают, откуда едут. Я хочу сказать всем военнослужащим, которые сейчас отправляются в Украину, которым отдали приказ выдвигаться, не бойтесь ничего, бросайте службу, расторгайте контракты, не бойтесь идти против своего начальства, против своего командования, стойте на своем, не езжайте сюда, не губите души мирных людей и свои. Оставайтесь на родине, оставайтесь в России, не езжайте никуда. Не бойтесь идти против командования, не бойтесь ничего, что вам будут говорить о том, что вы будете дезертиром или предателем Родины. Поверьте, получить срок в России, чем погибнуть в чужой стране, на чужой земле, я призываю всех прекратить эти военные действия и перестать отправлять войска на территорию Украины и задуматься уже о прекращении войны. Я так понимаю, вы простояли и в Буче, и там, где вы знаете или не знаете эти села или города, и так вы все это время ни одного выстрела не сделали, то есть ни одного патрона не подали своему минометчику, да? Да. А другие стреляли как-то? Были какие-то стрелковые бои, может быть, в городах? Я не наблюдал ни одного прямого контакта с противником. Я понял. А как вы в плен попали в результате? Вот когда мы окопались очередной раз, для нас это уже было привычно, находиться в окопе, вести наблюдение. И как только после очередного ночного дизорства у нас началось, мы готовились к завтраку, к пересменке такой небольшой, как только я остался один и вышел с окопа и увидел троих людей, и сначала я подумал в первые секунды то, что это наши и просто идут к нам там за какой-то надобностью. Но когда я увидел, что у них на руках далеко повязки голубого света, я не сразу понял, что это враги, потому что я до этого их не видел. Но когда они наставили на меня оружие и сказали тихо, не кричать, ничего не делать, а медленно подойти к ним... Я попросил, как так оказалось, что вы оказались далеко от своих? Вы просто сказали, что готовились к пересменке, а вы не объяснили, как так случилось, что вы далеко оказались от своих? Я не был далеко от своих, просто мое местонахождение, местонахождение окопа было не в самом хорошем расположении, то есть не просматривалось с других сторон, то есть меня могли потерять из поля зрения. То есть видели, как я выходил, скорее всего меня видели, как я выходил из окопа, но вы, скорее всего, подумали, что я там отошел по нужде или куда-то еще. Суть в том, что как только я увидел, что на меня трое вооруженных людей направили оружие и сказали к ним подойти, я повиновался, подошел, и так меня и взяли в плен. То есть я знал, что если я крикну или сделаю лишнее движение, меня убьют. Именно под страхом смерти я в точности выполнил их приказы. Куда вас доставили? Меня доставили в лагерь близ Киева, где уже находились что-то вроде штаба. Лагерь имеется в виду палатки, там где военные были? Там здание было какое-то. А, детский военный? Нет. Когда меня взяли в плен, меня отвели по лесу, уже в другой какой-то населенный пункт, там где уже находились украинские войска, где меня обыскали на предмет нахождения оружия. Там завязали глаза, посадили машину и отвезли уже в угол города. Там уже и допрашивали. Если можно, несколько простых коротких вопросов. Да, нет, там такое. Что такое русский мир? Русский миф? Мир, мир. Русский мир? Ну, есть такое выражение, русский мир. Часто о нем говорят у вас по телевизору, по радио, русский мир. Что это такое? Представление. Путина уважаете? Нет. Как вы считаете, российская армия, она очень сильная? Нет. А раньше вы думали, что она сильнее? Да. Как вы можете оценить отношения ваших командиров к вам по пятибальной шкале? Два или один. Как вы можете оценить отношения к вам в плену в Украине? Хорошо, ну, относились по-человечески, гуманно. Добровольный разговор у нас с вами? Добровольный. Эмоции мои, понимаете? Совершенно, да. У меня вопрос. Как вы думаете, что должны с вами сделать жители Гучи, Ирпеня, вот если вас отдать им просто на улице? Мне страшно представить. А вы расскажите, аккуратно. Ты хочешь подробностей с расчердомкой? Да. Я думаю, это люди хотят. Нет, я больше хочу услышать ответ на вопрос, как вы думаете, что вообще мы должны были бы, украинцы, сделать с вами, если бы мы были теми, кем нас называют у вас по телевизору? А именно нацистами, ну и так далее. Что мы с вами, мы должны были бы сделать? Я точно не могу сказать, что вы со мной сделали, но я бы далеко бы уже, я бы не сидел здесь и не разговаривал. И вряд ли бы вообще был в плену. Ну а с жителями Гучи тут все довольно просто. Разорвали бы просто и все. Я в этом почти уверен. После того, как хоронишь своих людей под домом, после того, как мать похоронила свою дочку, которую дочку застрелили, мать дочку вынуждена, выписывайте эту картину, мать дочку вынуждена под домом хоронить, там шифером как-то ее прикрыла. Потому что нет другого возможности. Я не знаю, что сделали бы жить. Все, заканчиваем. Вот так у нас. Спасибо. 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 Спасибо.